Арсеналы Челси в последнее время очень агрессивно ведут себя на трансферном рынке и перестраивают составы. И если в походе канонеров виден системный подход, то вот стратегия Тодо Боули пока непонятна. В этом видео мы предлагаем немного окунуться в историю лондонских грандов и вспомнить футболистов, которые непонятно как и почему оказались в их составах и, естественно, провалились на таком уровне. А перед началом ролика попробуйте ответить на вопрос. Назовите самую дорогую сделку между Челси и Арсеналом до трансфера Кая Хаверца. Оливье Жеру, Эшли Коул, Петер Чех Челси Хуан Себастьян Верон Вообще список провальных трансферов Челси весьма обширен. Можно вспомнить Стореса, Креспа, Шевченко, Лукаку, но все эти игроки приходили в клуб в статусе звезд. И не отбившиеся деньги на их трансферы – трагичное стечение обстоятельств. В этом видео мы все же следоточимся на футболистах, которые оказались на Стэнфорд-бридж вопреки здравому смыслу. И переход Верона из Манчестер Юнайтед как нельзя лучше вписывается в этот формат. На стыке двух веков Хуан Себастьян Верон укрепился в статусе одного из лучших футболистов Европы. Это был такой пак-ба на максималках – смесь потрясающей физики с техникой и игровым интеллектом. Аргентинец умел на поле все и гремел с Лацио на полях Европы. Но его история резко пошла на спад после трансфера в МЮ за 42 миллиона евро. Немыслимые деньги для 2001 года. Сэр Алекс тоже был вынужден наступить на горло собственной песни, отойдя от практики ставки на местных игроков. Эксперимент вышел провальным. Юнайтед не смог перестроиться с любимых 4-4-2, чтобы максимизировать пользу от присутствия на поле креативщика Верона. Ну а сам аргентинец не сумел адаптироваться к КПЛ и начал коллекционировать травмы. «Я приехал из страны, где проводятся усиленные предсезонные тренировки, в страну, где в матче играют так же, как тренируются. В январе я начал страдать от плохой физической подготовки и начал собирать травмы», – рассказывал Верон позже. Аргентинцу не подошел интенсивный силовой британский футбол, и это было очевидно для всех. Для всех, кроме недавно приобретшего Челси Романа Абрамовича, российский олигарх посчитал, что 22 миллиона евро за непригодившегося конкуренту «Гения» – вполне себе добротная цена. Закончился эксперимент провалом. За три года контракта Верон провел за синих всего семь матчей, съездил в аренду в Интер и летом 2006-го укатил на родину в Эстудиантес. Всего за 2 миллиона евро. Казалось, этот трансфер был изначально обречен на провал, но Абрамович был готов дорого платить за ошибки на новые для себя территории. Верон же потом вспоминал «Я чувствовал, что переход в Челси мог бы быть хорошим шансом для меня получить более длинную последовательность матчей, но я не должен был туда идти. Но я говорю это не потому, что это Челси. Приятно, когда клуб хочет подписать тебя, радуется, что ты можешь что-то для них сделать. Чтобы сделать такую инвестицию, клуб должен верить в вас и доверять вам. Но на самом деле мне было труднее жить в Лунтоне, чем в Манчестере. Потому что я из Лаплаты, довольно маленького города. Я хотел бы остаться в Юнайтед подольше, так как считаю, что мог бы сделать все по-другому». 3 июля Челси объявил о расторожении контракта с Абдулом Баба, футболистом, который числился в Челси аж с 2015 года, но которого многие фанаты клуба даже не знают. Баба уехал из родной Ганы в Германию 18 лет и сразу же зарекомендовал себя уверенной игрой за Гройтерфюрт. Быстро последовал трансфер в Аугсбург, с которым Баба занял пятое место в Бундеслиге. Ну а затем за реактивным крайним защитником пришел Челси, заплативший за него аж 26 миллионов евро. Баба попал к Жозе Мауринию, который использовал его в ротации. В свой первый сезон Абдул Рахман даже провел 23 матча, подменяя Сесара с Пеликоэту. Но по ходу сезона команда развалилась. Жозе уволили, а сменивший его Антонио Конте привел за собой своего протеже Марка Саолонсо. Баба оказался Челси не нужен и отправился по бесконечным арендам, где получал травмы, немного играл и снова оказывался в лазарете. Челси отдавал Ганса в аренду пяти разным клубам, но нигде тот не смог зарекомендовать себя и этим летом свободным агентом отправился в ПАОК. Ну а про те 26 миллионов евро Челси уже давно забыл. Уинстон Багарт Наверняка многим из вас ничего не говорит эта фамилия. Но история очень занимательная. Интересно, что случилось она до эпохи Абрамовича. Летом 2000 года Челси подписал свободным агентом защитника Барселоны Уинстона Багарда. Трансфер был спорным, учитывая, что в Барсе голландец почти не играл. Зато нравился тогдашнему тренеру Челси Джанлуке Виали. Ну а убедить Багарда перебраться в тогда еще английский середняк помогла мощнейшая по тем временам зарплата – 42 тысячи фунтов в неделю. Но сменивший Виали Клаудио Раньери от Багарда отказался. Тот получал травмы, был жутко нестабилен и при этом получал самую большую зарплату в команде. Челси как мог пытался сплавить Уинстона хоть куда-нибудь, но тот демонстративно отказывался, понимая, что больше нигде он таких денег не получит. В общем, Багард не попадал даже в заявки на матчи, но годами получал зарплату в клубе. И даже бонус за победу в АПЛ, хотя уже три года как числился в дубле. Зачем мне отказываться от миллионов, когда они уже мои? На момент подписания контракта эти деньги уже были моими. Обе стороны всецело согласились – деньги правят миром. Поэтому, когда вам предлагают эти миллионы, вы их принимаете. Мало кто будет зарабатывать так много. Я один из немногих счастливчиков, которые это делают. Я могу быть одной из худших покупок в истории премьер-лиги, но мне все равно. Признавался футболист. В 2004 году, когда контракт с Челси закончился, Багард со спокойной душой завершил карьеру. В 33 года он был уже никому не нужен после стольких лет в дубле. Но, кажется, Уинстона все устраивало. И плевать ему было на то, что на годы его имя ВПЛ стало синонимом слова «жадность». Дэнни Дринк Уотер После провального постчемпионского сезона Лестера Дринк Уотер дождался ухода и за 40 миллионов евро перешел в Челси, получив зарплату в 6 миллионов евро в год. Он мог уйти годом ранее, но лисы отказывались одновременно отпускать и его, и Канте – двух лидеров центра поля. На Стэнфорд-Бридж маячили борьба за трофеи и основа сборной Англии. 27-летний хаффбэк и правда очень высоко котировался на рынке. Но история Дринк Уотера из красивой сказки про восхождение к вершине превратилась в трагикомедию с разбросанными по сюжету неудачами и кучей грязного белья. Тем же летом Челси выбросил еще 40 миллионов евро, отдав их за полузащитника Монако Тьемуа Бакаяко. И оба этих трансфера, которые должны были преобразить центр поля лондонского Гранда, вошли в список худших сделок в истории клуба. История Бакаяко вышла банальной. Он не потянул АПЛ, покатался по арендам и летом 23-го года покинул Челси на правах свободного агента. А вот Дринк Уотер покутил на славу. Дэнни мешало все. Сначала травмы, затем факт, что он не подходил под футбол сменившего Конте Сари, а за ним и Лэмпорда. Но ко всему этому добавлялись и проблемы за пределами стадиона. В мае 2019-го, когда про Дэнни забыли почти все, он вляпался в неприятную историю с пьяным вождением. В пригороде Манчестера он на своем рейндж-ровер въехал в стену, в два раза превысив скоростной режим. Алкоголь в его крови также превышал допустимую норму, уже в два с половиной раза. Футболиста приговорили к 70 часам исправительных работ и лишили прав на 20 месяцев. Не прошло и полугода, как Дринк Уотер вновь угодил в пьяный скандал. На дне рождения друга он сильно напился. И возле ночного клуба начал приставать к девушке-футболиста Скантерпа, к Госентле. На Дэнни набросилось 6 человек с криками, что сейчас поломают ему ноги и сильно избили. Итог – разрыв связок голеностопа, помятое лицо, травмы плеч и рук. Клуб сначала прикрылся травмой лодыжки, но не стал опровергать всплывшую в прессе информацию про драку. В общем, карьера резко покатилась на спад. За 5 лет в Челси он провел всего 12 матчей в футболке синих, а с лета 22-го находился в статусе свободного агента. Сейчас Дринк Уотеру 33 года – возраст, когда многие полузащитники достигают расцвета. Но топ-карьера Дэнни осталась в далеком прошлом. Муту приехал на Стэнфорд-Бридж в компании многих звезд, которых заманил Абрамович в свое первое трансферное окно. Английская карьера румына началась здорово. Он забил 4 гола в первых трех матчах и завоевал любовь болельщиков. Но вскоре у Адриана начались проблемы. Он ввел тяжбу с бывшей женой, не мог видеться с сыном. Хан дрил и попал в таблоиды после публикации фотографий его занятий сексом с порнозвездой Лаурой Андрешан. За 27 игр первого сезона в Челси Муту забил всего 6 голов. Но самый ад ждал впереди. Однажды Муту сдал дежурный тест на наркотики на базе Челси, который выявил содержание кокаина в его крови. Это был жутчайший скандал. Клуб не просто не стал скрывать положительный тест своего футболиста. Он тут же передал информацию в правоохранительные органы и футбольную ассоциацию Англии. «Я не подсел на наркотики», — оправдывался Муту. «Единственная причина, по которой я принимал то, что принимал, заключалась в том, что я хотел улучшить свои сексуальные возможности. Это может звучать забавно, но это правда. Я не принимал кокаин. Я принимал что-то, чтобы чувствовать себя хорошо». Также Адриан говорил, что пытался бороться с депрессией после развода с женой и проблем на поле. Оправдания вышли слабыми. ФА оштрафовала Муту на 20 тысяч фунтов и дисквалифицировала на 7 месяцев. А Челси воспользовался пунктом антидопинговых правил, позволившим тут же расторгнуть с игроком контракт в одностороннем порядке. Тяжба о выплате Муту Челси 17 миллионов евро компенсации идет по сей день. И непонятно, чем эта история вообще завершится. В любом случае, скандалище вышло просто невероятным. Арсенал Игорь Степанов История попадания в арсенал латвийского защитника Игоря Степанова похожа на анекдот. Летом 2000 года Арсен Венгер искал для команды центр Дефа, для ротации и отсматривал разных новичков. Так, на просмотр в Лондон из рижского сконта прибыл Степанов, которого рассматривали в качестве дублера легендарного Мартина Киоуна. Футболистам Арсенала быстро стало понятно, что Игорь не тянет уровень. Но ради шутки они на скамейке запасных начали приветствовать каждое удачное действие Степанова, тем самым подначивая бесившегося Киоуна. Вот что рассказывал футболист Арсенала Рэй Парлар. Мы знали, что Киоуну будет немного не по себе. Деннис Беркамп сидел позади Арсена Венгера и раздавал Степанову комплименты. Отличный прыжок! Невероятный подкат! Игорь отдал пас на 20 метров дальше от той точки, куда хотел, но мяч все же дошел до адресата. Мы сразу же захлопали в ладоши. Мартин же только бурчал. Он не так хорош. Арсен не знал, что мы просто дразним Мартина. Он просто слушал, как мы хвалим этого игрока. А если Деннис Беркамп встает и говорит «Вот это игрок!», ты не можешь не обратить на это внимание. Степанова подписали за 1 миллион фунтов. Что-то около того. Не хочу показаться невежливым или проявить неуважение, но он сильно отставал от нас. Это было все равно, что взять в команду моего брата. История Степанова в Арсенале закончилась достаточно быстро. В феврале 2001-го Арсенал проиграл 1-6 МЮ, когда Степанов подменял Киоуна в основе. Как говорили игроки канонеров, в перерыве, когда команда уже проигрывала 1-5, Арсен Венгер впервые в жизни вышел из себя и устроил разнос в раздевалке. Орал, швырял бутылки и матерился. За три сезона в Арсенале Степанов провел на поле всего 17 игр. И никто так и не понял, каким образом он попал в команду такого уровня. Шкадран Мустафи. Вообще в истории Арсенала хватало трансферов странных защитников. Фанаты канонеров со стажем наверняка до сих пор с отторопью вспоминают фамилии Микаэля Сильвестра, Йоанна Джуру и Себастьяна Скилачи, привозивших в просто промышленных масштабах. Но особняком здесь стоит сделка по Шкадрану Мустафи, за которого в 2016 году заплатили 41 миллион евро. Да, Мустафи приезжал в статусе чемпиона мира, но он никогда не был основным в сборной Германии. Да и выступления в Валенсии не сказать, что были какими-то выдающимися. В первое время Шкадран выступал не сказать, что прямо провально, но со временем ошибки копились, а защитник как будто вообще не делал из них выводов и ошибался все больше, больше и больше. Со временем Мустафи стал синонимом слова «привоз». Унай Эмери прямо говорил, что на него не рассчитывает, потому уход Шкадрана свободным агентом в аутсайдер Бундеслиги Шальке стал для клуба облегчением. Лукас Перес. Тем же летом, что и Мустафи, Арсенал заплатил 20 миллионов евро де Портиво за испанского форварда Лукаса Переса. Чем руководствовался при его подписании Венгер, непонятно. Да, в предыдущем сезоне испанец оформил 17 голов и 10 ассистов в Ла Лиге, но до этого играл Блекло, а в его послужном списке были только Райва Льякана, Паок, Киевская Динамо и Карпаты. Но Венгер рискнул и выложил 20 миллионов евро за 27-летнего форварда. Закончилось все печально. Перес сыграл в АПЛ всего 11 матчей, за которые успел забить один гол. И уже спустя год был отправлен обратно в Депортиво на правах аренды. А еще через год был продан Вестхэм за сумму в чуть более 4 миллионов евро, где, к слову, тоже провалился. Перес – отличный нападающий, но я не могу предоставить ему игровое время, которое он хочет и заслуживает. Признаю это. «Мне его немного жаль», – признавался Венгер. Николя Пепе В этот рейтинг Пепе попадает с натяжкой. Все-таки объяснить его появление в арсенале логически можно. В 24 года Николя завершил сезон Лиги 1 с 22 голами и 11 ассистами в 38 матчах, став одним из главных открытий в топ-5 лиг. Канонеры укрепили линию атаки перспективным исполнителям, но во всей этой истории явно неадекватной выглядит сумма трансфера. За Пепе заплатили 80 миллионов евро – рекордный на тот момент деньги в истории клуба. На Ивуарийца свалилась ответственность, с которой он не справился. Ни Унай Эмери, ни Микель Артета не понимали, как правильно вписать его в линию атаки с Абамиянгом, Ля Казетом и Азилом. Пепе иногда забивал и отдавал, показывая, что талант у него и правда серьезный, но вот со стабильностью были ужасные проблемы. Три года Пепе был игроком ротации, затем смотался в аренду в Ниццу, а сейчас вновь находится в распоряжении Арсенала. В составе Артета его не видит, трансферная стоимость упала до 18 миллионов евро, а претендентов на рынке на Вингера, по сути, и нет. Так что неудивительно, что недавно Николя занял 9 место в рейтинге издания Гол среди самых провальных трансферов в истории АПЛ. Позже выяснилось, что тренировавший в 2019 году Арсенал Унай Эмери не хотел видеть Пепе в команде и просил купить Уилфрида Заха из Crystal Palace. Но того посчитали, внимание, слишком дорогим. Позже вскрылась мутная схема с участием нескольких именитых агентов, в том числе Жоржа Мендеша, никак не связанного с Пепе. Арсенал, как оказалось, переплатил за игрока в два раза, подключив странный кредит от банка. По итогам запущенного расследования клуб уволил 55 сотрудников, включая спортивного директора. Вряд ли все это имеет отношение к уровню игры самого Пепе, но история вышла такой кошмарной, что больно ударила по репутации Арсенала как финансово здорового клуба. В августе 2011 года, в самом начале сезона, Арсенал попал под каток Манчестер Юнайтед. Канонеры проиграли с позорным счетом 2-8, и это сподвигло клуб и Арсена Венгера в спешке выйти на рынок в поисках усиления. Некоторые подписания типа Микеля Артеты, Пера Мертизакера и Алекса Окслейд Чемберлина оказались весьма удачными, но до кучи Арсенал тогда приобрел целый ворох странных исполнителей. Среди них был Пак Чу Юн, 26-летний форвард Монако, в предыдущем сезоне забивший 12 голов в 33 матчах. Кандидатура была спорная. Кореец не вписывался в список молодых и талантливых, за которыми всю карьеру гонялся Венгер. Стартовый состав он тоже точно не мог усилить. Тогда просто невозможно было конкурировать с Робином в Анперсии. Так что выглядело странно, что на флажке трансферного окна Арсенал за 6,5 миллионов евро в срочном порядке выписал именно Пака, буквально вырвав его из рук уже договорившегося о сделке Лиля, которому футболист больше соответствовал по классу. Оправдать это можно было разве что попыткой клуба закрепиться на азиатском медиарынке. Нетрудно догадаться, чем закончилась вся эта история. Пак Чу Юн сыграл за Арсенал всего один матч в АПЛ и еще пять в других турнирах, забил один гол в Кубке Лиги и отправился по арендам, пока его контракт не стюк. «Я купил Пак Чу Юна, потому что он провел отличный сезон в Монако», — говорил Венгер. «Я не думаю, что он мог в полной мере выразить свою игру с нами. Я не ставлю под сомнение его талант. Без сомнения ему хватало уверенности в себе. Может быть, я не дал ему достаточно шансов проявить себя». К слову, тем же летом Арсенал заплатил 7 миллионов евро Фенербахче за крайнего защитника Андре Сантоса. Бразилец, казалось, попросту не умел играть в обороне, более того, не желал этого делать. Сантос лениво отработал сзади и устроил кучу привозов, хоть иногда и продуктивно подключался к атакам. Апогеем стал эпизод, когда после матча с Эмью он попросил поменяться футболками с Робином Ван Перси, тогда уже перешедшим к мангунианцам. Сантос получил головомойку от Венгера, а вскоре был отпущен свободным агентом на родину во Фламенго. Неудивительно, что именно Андре во многих рейтингах входит в тройку самых провальных трансферов в истории клуба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова